Я был в таком месте, о котором ничего нельзя рассказать. И вот меня разбудил телефонный звонок. Вначале я не понимал, что это, откуда доносятся тревожные звуки. А когда понял, внутри все застыло в ожидании. Что теперь? Кто на этот раз? Я уже нахожусь в том неромантическом возрасте, когда от ночных звонков не ждешь ничего хорошего. Да, иногда меня терзает бессонница. Случается, я пишу по ночам, но если бы это зависело от меня, я выбрал бы спокойный сон с двадцати трех до пяти, а вдохновляться предпочел бы на свежую голову. К сожалению, все реже голова бывает сверой. Это не поэтический экспромт, а констатация прозаического факта. Я хоть и ленив, но еще не настолько стар, чтобы поставить телефон возле кровати. Луна за окном светила так ярко, что я различал стрелки на циферблате на стенных часов. Было около двух. Дай бог, чтобы кто-то ошибся номером. Это я переживу. Ничего страшного. Засну снова. Я прошаркал к аппарату, стараясь не наступить на Зака. Этот пес не имеет постоянного места и спит, где попало. Странная собака, которая, наверное, думает обо мне странный хозяин. Иногда у меня возникает ощущение, что я для него и не хозяин вовсе, а кто-то вроде случайного встречного, тоже пережидающего плохие времена в тихом месте. Учитывая обстоятельства, при которых он попал ко мне, это вполне могло оказаться правдой. В шаге от телефонного аппарата я едва не поддался искушению развернуться и направиться в туалет. Физиологический позыв был слабоват, но с мочевым пузырем договориться иногда проще, чем с неизвестностью. Не тянул ли я время? Ну, правильно, пытался. Есть у меня такой грешок. Все чаще выбираю бездействие, а затем гадаю, постиг ли я мудрость, недеяние или попросту струсил. Я надеялся, что тот на другом конце провода отвяжется, потеряет терпение.